всем привет с вами аляска наберела работаем с картами с погодой на ближайшие дни и делаем выводы о катаклизмах а начинаем с атлантики что здесь ну вот этот вот циклончик такой жирненький да потихонечку стал смейте распадаться на полоски непонятно с чем это связано то есть потерял такую гомогенную структура но все-таки расположение у него даунки большой смете от сландии гренландии и опускается сюда вот до канарских островов практически хвост ну и дальше можно даже увидеть его поворот к западу где вот здесь вот другая уже система формируется штормовая давайте посмотрим в западной европе что происходит над британскими островами здесь находится циклоническая система которая закручивает свои хвосты сюда в северное море в сторону южной швеции но основных хвост от идет от нидерланды германия получается и доходит до болгарии а по сути это раздел между холодной и теплой системы теплая система находится в районе балтики а холодная как ни странно это франция испания да и западная средиземноморье и связи с этим тоже мы видим такую систему раздела который проходит по северу марокко алжира и доходит до ливии и дальше смотрите разворачивается опять идет через сахару опять сахаре у нас какие-то облачности в этом году прямо аномально сахаре то же самое в турции мы видим здесь всего в облаках такие ливни да ну и здесь сейчас в грозу можно было видеть уже в прямом эфире происходит но в турции вот вчера произошел сильное наводение в одремите это провинция балансики кир видите то есть дожди выпадают вроде пошел дождик а потом раз и сразу заливает все то же самое происходит сейчас за кавказе но вот в восточной европе мы видим на становится становился мощнейший антициклон границы которого идут от скандинавии беломорья доходит до восточной границы положить до урала западного казахстана каспия черноморья азовского моря украина беларусь страны балтии вот здесь как раз мы видим по границам молнии сейчас случаются и соответственно стоит погода но жалуются люди особенно из по волжи вот из самары ксения писала в телеграм что у них ночью минус 3 минус 5 даже вот такие доходят заморозки днем вроде бы температура хорошая а по ночам заморозки происходит вот но вот в западной сибири еще холоднее мы видим здесь северный урал западной сибири здесь такая типичная рябчатость все говорит о холодных воздушных массах облачности вот уже не 86 вчера писал что в городе сургут ночью выпал снег и снежный покров составил один километр но днем было всего лишь плюс 2 и были заряды крупные происходили так юзер gn5 пишет дарит три сердечка спасибо вам большое к ст дэс пишет добрый день спасибо за интересные обзоры благодарю вас возник такой вопрос судя по вашим видео показанных инструментов достаточно чтобы составить реальный прогноз на пару дней вперед а почему же тогда на разных сервисах прогноза погоды часто данные очень сильно различаются и второй вопрос можно ли рассчитать как себя будут вести циклоны на какое время вперед чтобы спрогнозировать погоды ну еще вопрос вы работаете в этой сфере или учитесь или просто хобби это больше хобби так ну а теперь на ваши вопросы вот виталий вишталюк ответила частично что на этом сайте это сборка других метеосайтов и служб а также в прогнозе на карте есть 45 модели прогноза и часто немного разные а можно с большой достоверностью прогнозировать на 35 дней где-то вот такой период сейчас достигли естественно все это делается за счет расчетов и я хочу сказать что если никаких внешних влияния нет таких как допустим солнечный ветер там еще какие-нибудь события которые происходят то принципе расчеты очень четки на ближайшие дни а проблемы начинаются в сроках выше недели потому что это долгосрочные прогнозы и как правило там вероятность невысока и поэтому когда там какие-нибудь из метео там делают прогноз на 30 дней вперед это просто мусор это я не знаю зачем они это делают не говорит ни о чем поэтому надеюсь ответил на ваши вопросы так елена прохорова пишет алекс спасибо за канал и всегда интересно слушать вот благодарю вас оксана шевченко пишет спасибо алекс благодарю так давайте пойдем дальше теперь посмотрим что у нас в центральной азии в северном казахстане так и продолжается да здесь как собственный циклон такой сформировался и даже южнее он получается более плотные смотрите как раз в районе ташкента бишкека оша крупных городов душамбе здесь и горы и заходы на балхаш вот здесь вот такая мощная система сейчас находится улочная в расчистилась наконец-то ближний восток здесь около персидского залива уже пора уже вовсю да как говорится время жарить давать жару зато с другой стороны смотрите здесь южной индии как со стороны аравийского моря так же стороны бенгальского залива здесь мы видим очень такая облачность плотно боже больше похоже на штормовая на штормовую и соответственно здесь могут быть в юго-восточной азии сейчас мы видим здесь все гроза происходит кстати на филиппинах тоже подобие шторма уже образуется здесь южно-китайском море так но в китае мы здесь видимо две такие облачные полосы по широтам расположены чуть сильнее да заходит вот здесь уже в монголию одно и в прибайкале мы тоже видим сегодня грозы прямо сейчас сюда в прямом эфире наблюдается такая грузовая активность и в забайкале а увидим довольно холодную такую рябчатость да и там судя по всему температуры не особо высокий сейчас мы обязательно посмотрим температуры по сути этот сюда опускается хвост от циклона который находится северный таймэра но так вот над большей части якутии вроде бы неплохая погода это подтверждает дима данилов который пишет что у нас центральной якутии по летнему тепло до 20 градусов доходит и ясно дан у вас над якутии стал антициклон и в общем то у вас сейчас температура поддерживается за счет собственных процессов то есть никаких там заносов заимствований ничего такого не приходит не прилетает у вас чисто за счет долгого дня вот такие вот процессы сейчас происходит так давайте посмотрим дальний восток на магаданской области здесь есть облачность на чукотке немножко совсем на камчатке но то основной хвост находится так через курильские острова происходит немножко сахалин задевает японию и дальше идет сюда сторону южного китая давайте посмотрим да вот эти хвосты доходит до австралии от антарктиды но на востоке здесь своя система но вроде бы как безгроз просто там какой-то может быть дождик но в этом году вообще год очень сырой для для австралии то есть казалось бы такой страна повели континент пустыни но в этом году там прям заливает и летом и зимой мы видим заливает сейчас нужен скоро начнется зима так южная африка тоже смотрите тоже облачность по югу по востоку здесь наблюдается и вот этих опять опять вот этот перст идет все в одном направлении в сторону и у гранду зу и и вот пришла новость как мы ожидали то что вчера сильные дожди вызвали сильные наводнения в порту аллегри и рио гранду зу то есть вот этот проблемная зона вы знаете такое ощущение как будто там реально что-то нагрешили кого-то прогневали но потому что вот объяснение других нет почему смотрите громадные тоже громадные территории тысячи килограмм почему именно сюда эти вот прям нам подмигивать сейчас до молнии а почему и на сюда доходят длиннющие хвосты да они могли бы допустим сюда доходить или севернее но вот прям вот в этого рио грандосу и это продолжается уже мне кажется три месяца три или четыре месяца мы наблюдаем вот эту вот картину то есть там в воде уже все понимаете воде уже некуда деваться она заняла там все низины она даже не стекает так север бразилия здесь и суринам венесуэла здесь такие вот супер ячейки более характерные да вот здесь циклон до формируется с хвостом так которую сюда в сторону панаму уходит и знаете проблема сохраняется в штатах здесь конечно все очень серьезно мы видим сразу три системы или четыре даже можно выписать но вот сам циклон находится в зону залива вот ее хвост не фаулин опускается и вот заходит мексиканский залив это все понятно здесь вот как раз вот эти системы а грозовые но вот эти вот две смотрите системы ведь они же абсолютно отдельные вот этот область низкого давления как грибочек смейте такой грибочек да так немножко лохматый но вот ножка его а вот шляпка но да из мощные просто мощнейшие здесь гроза только шаламу об этом пишет что 22 мая был торнадо районе озера белтон лейк в техасе мы раньше там жили недалеко от города темпл это очень очень нехарактерные для того места что более удивительное там возвышенности я думал торнадо только по плоским равнинам ходит нет это вы знаете это кто-то тоже вброс сделал такое я тоже раньше читал что торнадо только на этих на плоских землях на великих равнинах там и все но все закончилось тем что торнадо разнес мебель на моем балконе но это терраса там где-то 5 на 3 метра и мебель там было сложным состоянием уже была осень и почему я понял что это торнадо потому что мебель сначала в одну сторону снесло там разбила потом все это дружно в другую сторону за характерный признак для торнадо мы в общем то сообщение потом были что зафиксировали торнадо так что это не мои фантазии но полностью в пух и прах это было разбито в прошлом году когда помните городок дефонс там находится там еще одно слово забывая из трех слов состоит это во французской части швейцарии он находится на высоте полтора километра и в юрский гора посреди юрский гор и там представьте было торнадо который снес вообще все там если помните июнь прошлого года вот это событие когда тоже все обсуждали научных кругах почему и как это вообще могло состояться на такой высоте вот так что торнадо не думайте если вы находите в горах что вы находитесь в безопасности нет это не так это заблуждение которое распространили какие-то вредители так и вот кстати на гаити вчера вот этот хвост проходил сегодня домиканской республики через через гаити проходил хвост там вот комуна бассейн блю 50 человек получили ранения 200 домов были разрушены или повреждены вот из-за того что опять же там наблюдался торнадо ну согласитесь для гаити как-то тоже казалось бы не совсем сезон сейчас но так вот в мексике 9 человек погибли более 60 пострадали в результате обрушения сцены в штате ну его ли он ну там кстати сцена была это было какие-то выступления одного из кандидатов президента в годе сан-педро гарс и гарсии и налетела гроза со сильным шквалом и все это разнесло да то есть стихи им не понравилось выступление кандидата однозначно вот но да вот о чем мы говорили что что вот эта энергия которая поступила на нашу землю в итоге приводит к тому что сейчас мы наблюдаем такие процессы во множественных местах на нашей планете но здесь за северо-западной канаде здесь вроде бы как обычный такой циклон находится давайте посмотрим что у нас по пожарам сейчас в канаде вроде бы все потому что здесь по северу непонятно там что это пыль или дым в южной америке все прекрасно немножко здесь учили там тоже пыль скорее всего сахара здесь саудовская аравия пылевые там индия пылит сейчас да пока дождики не палит вот здесь китай что-то намки долго горит и вчера вот были сообщения но здесь видно в забайкале очень такие небольшие очаги и в северной части иркутской области в якутии при амуре мы видим да здесь сгорания какие-то есть ну вот бургузинском районе бурятия наращивают группировку натушение задействовано 133 человека вертолет там работает общая площадь составил 250 гектаров ну это мелочи то есть 250 гектаров это немного абсолютно для пожаров то есть это такие контролируемые пожары контролируемые процессы так можно назвать ну что давай теперь посмотрим как у нас по температурам то дела обстоят вот у нас видно что балтика прям здесь по кругу и сегодня радуются такому теплому прекрасному дню даже жарко наверно да и отбила море вот здесь архангельская область уже доходит до северного урала сметь на северном урале получается даже теплее чем на южном скорее всего но и и видим что центр антициклона стоит и он немножко придавливает и не дает и по ночам там морозы поэтому заморозки происходит и тепло вот идет отсюда со стороны Каспия сторону Азовского моря затем тепло у нас Украина Молдова довольно хорошо вот snakex пишет привет алекс спасибо за обзор в Молдове жарко плюс 27 градусов и нет дождей что нехорошо и три сердечка спасибо большое так и Дэнни тоже пишет в Херсуне сегодня впервые 30 градусов ночью плюс 15 лет началось прекрасная солнечная погода но надо бы дождей побольше трава уже вся высохла даже в лесу вот видите какие проблемы да юзер g9 пишет благодарю за обзор трое сердечко дарит спасибо вам большое леди класс клап пишет алекс помогите пожалуйста разобраться что происходит на территории до того как атмосферное давление начнет меняться поясню почему спрашиваю мой организм что-то чувствует в природе где-то за 6 8 12 часов именно до того как начинает сильно меняться атмосферное давление причем я атмосферное давление наблюдаю по механическому барометру то есть должно быть точно что может такого происходить что влияет на самочувствие уже много раз такое наблюдаю благодарю сердечко и канал процветания спасибо вам большое да отличные вопросы что происходит а происходит следующее вот смотрите здесь у нас антициклон здесь циклон так вот под циклоном когда находится человек он чувствует как ионы поднимается от земли в сторону неба вот поэтому принципе и давление это связи с этим она и низкая при антициклоне наблюдается совсем другой процесс когда ионы идут к земле поэтому давление высокое и вот когда происходит смена допустим вот сюда на место где был антициклон движется циклон сюда запада как правило то как раз за несколько часов до этого меняется его потом и потоки он и прежде всего вы начинаете чувствовать что его ионы которые шли сверху земли перестают эти потоки поэтому вас такие ощущения еще барометр не поменялся сильно вы уже по ионным потоком ваши сенсоры все это чувствует ну и перед грозой тоже за несколько часов допустим я когда делаю пробежку утром там в 7 часов утра там я чувствую что в этот день будет гроза хотя ясное небо ничего там не предвещает вроде бы все прекрасные гроза там в 6 вечера только собирается а уже утром можно сказать что будет гроза вот так вот и дело здесь не с прогнозом а именно с с учетом с ощущениями да так надеюсь ответил на ваш вопрос юзер эйчсиди 6 пишет спасибо за информацию благодаря вам вашему комплексному подходу стало лучше разбираться в прогнозах вот такой образовательный эффект ваших видео спасибо очень приятно когда слышать что помогает лучше людям разбираться так локи младше пишет алекс спасибо за обзор лето очень не хватает так хотя бы в 25-30 градусов скоро июнь а у нас татарстане средняя температура только где-то между 8 и 15 а 15 8 градусов вот три сердечка вот это тебе лайк спасибо большое да к сожалению вот у вас видите вы попали в холодный сектор и здесь такие температуры невысокие но давайте возьмем егор который пишет из ленинградской области шикарный день но немножко пыльно жду малых осадков с легким похолоданием соответственно ведь уже даже есть ожидания на похолодание так александр из казани пишет что 23 мая было плюс 15 ночи 0 градусов в субботу обещает жару до 30 градусов а воскресенье всего плюс 15 обещает то свете не стабильно еще сейчас покутай поэтому прогнозировать какое будет лето пока что бесполезно потому что мы видим что-то не цикл он дал вроде бы встал но он движется понимаете а вот нужно достичь того момента когда мы увидим что антициклон зафиксировался когда он зафиксируется тогда можно сказать все вот он стал и да ну да с такой солнечной погоды как в этом году мне кажется не зафиксируется будут постоянно сдвиги происходить так виталий вишталюк пишет спасибо сегодня одна гроза была два раза загремела а денис сегодня много гроз был у меня за сезон 24 грозы вот у вас очень богаты да почему потому что у вас как раз проходит эта зона а между высокими температурами и низкими между высоким и умеренным давлением плюс обратить внимание вот сюда вот вклинивается до такой со стороны таймыра и мало вот это холодная погода на северный казахстан как будто сюда в сторону каспия направленная струи холодного ветра в центральной азии вроде бы как тепло но не жарко для этого периода абсолютно до конца мая до температуры 27-31 градусов это в ашхабаде то вообще плюс 25 там уже может быть под 40 в этот период запросто и даже выше 40 но отсюда вот выносится теплый воздух в сторону сибири в сторону немножко доходит до якутии но хотя якутия она сама себя подогревает уже и смените восточной части и на колыме и магаданской области уже плюсы вот остались только отрицательные температуры чукотки кое-где камчатки относительно прохлада у нас приморье сейчас в китае хорошо практически на всей территории и катаклизм начал разогреваться здесь тибет вот в индии здесь сейчас жаркие температуры 47 градусов ведь джот хупур достиг 47 градусов это типично перед сезоном мусонов если сравнить аравийский полуостров то здесь только 41 градус пока что еще все терпимо в квете плюс 34 даже еще комфортно так ну здесь юг австралии немножко охлаждаются южный остров новой зеландии давайте посмотрим в америке что у нас в америку у нас занос теплого воздуха происходит в сторону северной канады здесь она тоже уже сама подогревается в районе реки маккензи на аляске там но от обратите внимание где не подогревается в этом году это в гренландии где-то лет пять назад гренландии в конце мая в начале июня было там же это какие-то удивительные температуры до плюс 18 доходило а сейчас мы видим что минусовые температуры хотя там уже полярный день стоит да там чуть сильнее так вообще минус 6 так что так вот смотрим штаты но вот здесь сейчас идет со стороны мексиканского залива тепло а ну а так ночью пока что еще прохладно и что на западе что на востоке страны южной америке даунки прохладно причем заходит бразилия в парагвай прохлада да на юге морозы сейчас дать посмотрим какие минус 8 такие температуры но так в основном около 0 и южная африка комфортные температуры давайте тогда глянем что у нас будет ночью сегодня интересного какие процессы пойдут сегодня вот такой морозис пойдет с таймы рассмотреть через западную сибирь в сторону северного казахстана и даже до каспия даже вот нижняя волга ощутить тут еще и антициклон подтянется то есть заморозки в полуже конечно сохраняться это такая тема но и довольно-таки холодно в западной европе полоса тепла будет идти между каспием черным морем и балтийскими морями сюда заходить на север то есть на севере ночь будет гораздо теплее чем на юге из центральной азии здесь такой сектор идет до устья реки лена практически да все тепло и опускается сюда на дальний восток а давайте завтра днем посмотрим какие процессы завтра хорошо прогреется центральный восточный европы чем видно по широте до 60 широта прям до урала даже в западную сибирь зайдет за счет циклона который будет находиться у ямала сюда будет заток теплого воздуха а за этим циклоном здесь заток холодного воздуха поэтому ты пройдет граница по этой широте и суть по всему а там возможно какие-то грозовые явления ну и вынос в сторону на якутии также сохранится в центральной сибири в казахстане в казахстане здесь как будто какая-то прям дыра куда вот это все сливается какая-то холодовая ложбина здесь будет циклон завтра да а давайте глянь будет ли завтра здесь грозы обязательно да будут грозы смотрите между южной финляндии и средним уралом северным уралом будут грозы плюс возможно здесь в центральной азии тоже будет газовая активность ну а с вами был алекс канал берри лап же отличного упражнения